Он же не юрист, он жилищного кодекса не знает. Жилищный кодекс-кодекса никогда не менялся. Жилищный кодекс предусматривает в данном случае согласие двух третей на использование земельного участка. Суды трактуют теперь уже, начиная с ноября 2016 года, подобные действия не использованием земельного участка, а по уменьшению его фактически площадки. 12 квартир, около 300 квадратных метров земельного участка заняли. Так надо спрашивать разрешение. И после, если ты единолично пользуешься общедомовым имуществом, естественно, жильцы были готовы дать аренду на пользование. Вот установили договоры, а они платить тоже не хотят. Жадные какие-то. А ни один предприниматель свой бизнес не ведет. У каждой у них, у одного даже 18 штук таких квартир. Легко же устроились, правильно? Коммунальная плата в моем доме, вот я живу в трехкомнатной квартире, у меня зимой около 5000, а днем, а летом около трех. И они так же платят. Вы понимаете? Бизнес ведут. Скажите мне, пожалуйста, господа, защитники прав предпринимателей, объясните мне, вот это выкупание квартир, при том, на что он очень ценится тем, что он около рынка, на самой проезжей части, почти один. Извините, а вот вас как... А можно вопрос задать? Вас зовут Ильхан. Вас как зовут? Да, Ильхан нет, не надо. Да, не надо. То есть вас спасет реновация. Вот сейчас принят федеральный закон о реновации, пока только в городе герой в Москве, но в принципе... У нас Синьякин хочет реновацию из Москвы бедить даже, да это что ли? Вот как раз там реновация, она как раз предусматривает создание на всех первых договорах, как раз, в мероприятиях, в принципе, в бизнесе работают. Вот это одно из направлений малого бизнеса, выкупить магазин, перевести и сдать в аренду. Это что, малый бизнес? Я, например, не думаю, что это малый бизнес. Это что? У нас не хватает торговых площадей? Сейчас вы посмотрите, все супермаркеты закрыты. Что это такое? Количество магазинов, чем больше магазинов, я думаю, что всем лучше. А я вот по-другому считаю, господин Титов. Я считаю, что на магазинах нельзя. Лучше как в Союзе один морозок, одна аптека на городе. Магазинов у людей уже денег нет, магазины уже закрываются. А мы дом 40 лет тому назад построили для жилья. Поэтому ни один собственник своего согласия наперед не давал. Вот нужно начинать с коррупции исполнительных органов. Каким образом без единого согласия собственников жилья они вышли в нежилые? Понимаете? Они уменьшили общедалевую собственность тем самым. Покусились на то жилье. В моем доме 218 власти более 600 человек живут. Более 250 собственников. А они пришли в нежилые. Я еще понимаю, если бы они там сами работали, они же дают в аренду. А посмотрите, остают в аренду не индивидуальные, а физические лица. И при том еще уходят даже от этих налоговых платежей. Вы представляете, что вы создаете? Мне хоть 40 омбуксменов со всей России и Соединенных Штатов, но я сделаю так, что ни одного незаконного крыльца в моем доме не будет. Кстати, я вышла в бизнес онлайне, как сестра генерала бьет по первым этажам, то бишь я. Я своего брата, он у меня один из первых генералов. Вы знаете, у нас генералов катарей много. Не у одной сестра уже, как они сидят. Все у них сестры телекомпании, телекомпании, телекомпании. Давайте вы о ней говорите. Мы очень рады, что у вас есть. Я говорю, коррумпирована не только исполнительная, а и другая власть. Даже газета бизнес онлайн. Вы представляете? Вот заплатили, заплатили, написали. Заплатили, написали. Вы оставьте, господа амбуксмены, моих пенсионеров, которые еще в 70-е годы учителя в основном в моем доме сложили свои копейки и выкупили себе землю и построили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.